Ай, всем привет, с вами я, Лихач, и это, наконец-таки, 10-я юбилейная серия Пути Бомжа. Я вообще в шоке, то, что уже вышло целых 10 серий Пути Бомжа, и вы до сих пор меня смотрите. Я буду очень благодарен, если вы, особенно на этот видос, поставите очень много лайков, напишите комментарий, потому что на этот видос, по мере моего бюджета, я потратил очень много денег. Но не буду долго затягивать, всем приятного аппетита, кто кушает, и погнали. Но хотя и не погнали, потому что я хотел еще сказать то, что не обращайте внимания на мой голос, я чуть приболел. И вскоре уже в следующем видео с моим голосом будет все нормально. Ну а теперь реально всем приятного аппетита, кто кушает, и погнали. Но начинается все с того, что приехав на киоски, я начал по ним бегать и смотреть, что продается. И в одном из киосков стоял скин на продаже за 1,5 миллиона розовый мафиозник. Это был эксклюзивный скин с кейса «Темные дела», ну и подумав то, что он сейчас очень много стоит, потому что я его давно не видел, я захотел его купить, но, к сожалению, на руках у меня был только 1,2 миллиона. И мне надо было фастом что-то продать на киосках. Но из того, что я мог продать, у меня был только рюкзак «Синяя акула», который я покупал больше, чем с 2 миллиона. Но из-за того, что мне надо было фастом его продать, я не решался его просто выставить на киоски и ждать, пока у меня его купят. И сразу подбежав к людям, которые стояли на киосках, блин, это были перекупы. И нормальную цену они мне не предложили, но из-за того, что я хотел фастом его купить, я уже согласился на ту цену, которую мне предложили. Это было 1,2 миллиона, и как только я его продал, я сразу побежал и купил этот скин. Но, к сожалению, по моей же ошибке, как оказалось, это была их рыночная цена. Даже купил я чуть больше рыночной цены, и так я облажался. Ну и мой вам совет, если вы хотите что-то купить, но не знаете примерную цену этого товара, лучше спросите у того, кто знает, и потом уже решайте, покупать вам или нет, чтобы так же не облажаться, как и я. Ну а позже я встретил такую вот компашку, таких веселых розовых чудиков. Ну и я окончательно понял, что я полный жопе. Ну и после я решил поставить 5 ставок по 50 тысяч на большие коэффициенты. И, кстати, выиграл я или нет, вы узнаете уже в следующем видео. Ну и после я всё-таки решил продать свой ГЛ, и, кстати, хочу напомнить то, что я его купил за 3 миллиона в прошлой серии. Ну и когда я его продавал, ко мне подбегало просто море человек, и высказывались мне, какой я дурной, ну и того хуже, и то, что я продаю повару, и то, что им цена 2,5 миллиона. Ну таким людям я ничего не отвечал и просто впитывал. Да, я тряпка, ну и как... Ну и как итог, я продал ГЛ за 3-2 миллиона. И просто те, кто мне что-то высирал, подсохите. Ну и после продажи Мерседеса ко мне в голову пришла просто глупейшая идея попробовать скрафтить электро-зазик. В принципе, это была идея неплохая, потому что можно было неплохо окупиться, потому что их, ну, мало кто скрафтил. Но из другого момента их, ну, их мало скрафтили, потому что шанс на крафт очень маленький. Но я почему-то все-таки не останался на этом, и все детали к крафту, которые надо было, я приобрел. Но пришлось заморочиться с одним моментом, это Тесла Model S. Из-за крафта на нее спрос очень сильно поднялся, и их стало очень мало. И найти их было очень сложно. Но, как говорится, кто ищет, тот найдет. И я нашел Теслу Model S за 3,8 миллиона. Ну а также хочу передать привет Каве. Спасибо за то, что продал Теслу. Ну и привет Кирюхе. Ну и после покупки Теслы, я отправился сразу же крафтить ЗАЗИК. Давай больше, меньше, больше делать. Давай. Я так его кусок. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Скрафтил, 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 скрафтил. Пошел я нахуй. Пошел это за 3,8 миллионов. Субтитры сделал DimaTorzok